Вашему драгоценному вниманию продолжение темы Параллельные миры, эгрегоры и магма Земли Отец-Абсолют читает Лура Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мне хотелось бы подробнее раскрыть вам механизм взаимодействия человека и так называемых накопителей и хранителей излучаемых им низковибрационных энергий Как вы уже знаете, на тонком плане Земли существуют многочисленные эгрегоры питающиеся негативными энергиями людей которые эти эгрегоры как магнитом притягивают к себе Там эти однотипные энергии, собранные воедино приобретают уже столь сильную концентрацию что возвращаются к людям в усиленном виде еще больше и глубже, разжигая их страсти Так устанавливается энергетическая связь человека с определенными эгрегорами которую ему бывает трудно, а порой и невозможно разорвать А каково же взаимодействие человека с магмой Земли которая тоже, как вы узнали из моего вчерашнего послания является хранительницей энергий низких человеческих страстей В данном случае это взаимодействие одностороннее и вот почему Магма забирает Земли впитывает в себя лишь излишки самых низких и отвратительных человеческих эмоций которые энергетически становятся для людей убийственными Это те эмоции, которые начинают сжигать человека изнутри и чтобы не дать ему сгореть и дать шанс выбраться из этого ада в который этот человек сам себя загнал Магма забирает у него эти бьющиеся через край ядовитые тяжелые энергии Но использовать такой шанс или нет решать самому человеку Это выражается в том что, например, человеку одержимому ненавистью и жаждой мести даются моменты просветления когда его сознание способно оценить весь трагизм положения и уберечь его от губительного для его души шага такого, например, как убийство Или если человек не сумел использовать этот шанс и совершенно утратил человеческий облик то частичка материнской души Воплотившаяся в этом человеке после его ухода с физического плана перестает существовать и уходит на переработку в плавильный котел Магмы Земли Отсюда и пошло это поверье что злой и жестокий человек после своей смерти попадает в ад На самом деле попадают в этот котел все же немногие поскольку многомерная человеческая душа не хочет терять ни одной из своих частичек и делает все, чтобы пробудить сознание того в чьем человеческом теле оказалась ее проекция в этом своем воплощении Даже минутное просветление перед смертью осознание содеянного и глубокое искреннее раскаяние способно спасти бессмертную душу самого страшного грешника Именно поэтому, родные мои, и предусмотрены на земле альтернативные накопители и трансформаторы всех ваших эмоций И если эгрегоры хранят и перерабатывают ваши управляемые эмоции то магма земли сжигает неуправляемые те эмоции, которые становятся губительными не только для человека, генерирующего такие энергии но и по большому счету и для всей земли Но даже здесь закон свободной воли соблюдается неукоснительно Человек сам выбирает свою участь полностью утрачивая связь со своими божественными аспектами Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами Приняла Марта Вы прослушали тему Эгрегоры и магма земли Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok